Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителей» с вами Мария Бодрова. Судебные приставы будут следить за тем, на чем должники добираются до работы. В силу вступил закон о лишении водительских прав тех, кто должен государству, причем должен больше 10 тысяч рублей. Сегодня разберемся, как будет происходить процесс изъятия и что такое временное ограничение. 15 января 2016 года вступили в силу поправки в федеральный закон об исполнительном производстве, согласно которым водители, которые уклоняются от выплаты задолженности на сумму более 10 тысяч рублей, будут лишать прав. Под временным ограничением на пользование должником специальным правом понимается приостановление действия, предоставленного должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации, специального права в виде управления транспортными средствами до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме, либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения. На водительское право должника накладывается запрет до тех пор, пока он не погасит долг, и судебный пристав не отменит свое решение. Вынесение постановления о временном ограничении специальных прав, которые имеют граждан на вождение автотранспорта, возможно, какие-то судоходы на транспортные средства. Федеральным законом предусмотрены случаи, при которых временное ограничение специального права должника не может применяться. Законом прописано такое понятие, как транспортная доступность. Если должник находится в тяжелых условиях из-за транспортной недоступности места своего проживания, то пристав не вправе ограничить его в специальных правах, несмотря на то, что есть интересы взыскателя. Ведь бывают ситуации, когда личный транспорт действительно необходим. Закон соблюдает как интересы взыскателя, так и права должника. По Самарской области перспектива применить данную меру где-то порядка трех тысяч, по трех тысячам исполнительных производств. Но на сегодняшний день у нас вынесено семь таких постановлений. Все они вынесены по исполнительным производствам взыскания алиментных платежей. Также, если должник является инвалидом или на его иждивении находится инвалид первой или второй группы, или ребенок инвалид, то ограничение водительских прав к нему не применяется. Ограничение не будет применяться в случае предоставления должнику от срочки или рассрочки исполнения требований исполнительного документа. При возбуждении исполнительного производства в постановлении судебный пристав будет указывать срок, вернее он его и указывает, срок для добровольного исполнения исполнительного документа, который не может составлять более пяти дней. Механизм ограничения четко прописан в законе и достаточно лоялен к должникам. После возбуждения исполнительного производства у должника есть установленный законом срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа. В случае невыполнения обязательств судебный пристав исполнителя имеет право сам или по ходатайству взыскателя применить ограничительную меру. Согласно федеральному закону, постановление об ограничении водительских прав вручается должнику лично. Постановление, которое выносится судебным приставом исполнителем, уже ограничивая должника в пользовании специальными правами, на него распространяется обычный порядок, оно может быть обжаловано в течение 10 дней в порядке подчиненности, либо в суд. Постановление, вынесенное судебным приставом, вручается лично должнику под роспись. Судебный пристав вызывает должника в отдел и уведомляет об ограничении в праве управления транспортным средством. Судебные приставы имеют право приходить к должникам рано утром и доставлять в отдел судебных приставов принудительно. При этом водительское удостоверение не изымается, должнику объявляется ограничение, которое он должен выполнять. Соответствующее постановление направляется в органы ГИБДД и дальше судебные приставы исполнителя совместно с ГИБДД будут контролировать ситуацию. После того, как поступила оплата и соответствующий документ предъявлен в отдел судебных приставов, ограничения снимается в течение одного рабочего дня. Сумма по исполнительному документу, по которому может быть вынесено постановление об ограничениях на пользование специальными правами, должна составлять более 10 тысяч рублей. Если водитель все-таки сядет за руль, то тоже пострадает. Если фиксируются нарушения, должник привлекается к административной ответственности. Административное наказание может заключаться как в 50 часах обязательных работ, так и в лишении права управления с изъятием удостоверения на срок до одного года. Если должник наш не исполнил, да, и игнорирует постановление судебного пристава исполнителя, это зафиксировал органы ГИБДД, установил, задержав данного гражданина и проверив по базе, что у него ограничено право культ. Значит, составляется протокол по статье 17.17 КОАПа, в котором предусмотрено уже лишение прав на один год. Стоит отметить, что такие меры принуждения, как арест или обращение взыскания на имущество, целесообразны только при наличии должника такового. Однако нередко бывает, что его переписывают на родственников. Именно поэтому система принудительного исполнения все больше уходит в плоскость систем личного понуждения должника к исполнению возложенных на него обязательств. Именно поэтому такая мера косвенного принуждения, как ограничение специального права управления транспортным средством, добавит мотивации должникам на исполнение требований исполнительных документов в добровольном порядке. По предварительным подсчетам в Самарской области, под лишением специального права на управление транспортным средством может попасть более тысячи граждан. И это далеко не последнее нововведение. Обо всем подробнее мы расскажем в следующих выпусках программы «Азбука потребителя». До встречи!